Друзья, всем привет! Давно не виделись и я очень по вам соскучилась. Ввиду особого внимания ко мне со стороны западных спецслужб, мы с командой приняли решение в преддверии выборов в Америке не поднимать глобальных тем, чтобы меня не обвинили в вмешательстве. Все для безопасности канала. Обещаю, я буду стараться, чтобы видео теперь здесь были регулярно. А еще докладываю, мы время зря не теряли, провели хорошую работу в Иксе и по среднему охвату поста мы перегнали мировые СМИ. Все ради правды. В мире все обсуждают, что же будет с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Но еще интереснее наблюдать, что происходит в самой Америке. Еще никогда градус напряжения не был настолько высок. Да так, что половина сторонников Харрис массово покидают Соединенные Штаты. И уже даже появились сравнения с философским пароходом времен СССР. Символично. И тут, друзья, я хочу остановиться на суперважном моменте. Впервые в истории кандидаты в президенты дошли до того, что стали называть оппонентов фашистами и коммунистами. Последнее слово «коммунист» в капиталистической Америке долгие годы приравнивалось к ругательству. А теперь как будто стало трендом. Один из главных упреков, на котором строили компанию республиканцы, что демократы развели в стране коммунизм. Параллельно на этом фоне была создана коммунистическая партия Соединенных Штатов. И основали ее не дедушки какие-то, как вы могли подумать, а молодые популярные блогеры с миллионной аудиторией. Что интересно, все больше американцев начинают интересоваться идеями коммунизма. Идеями, которые в принципе идут вразрез с основами, на которых встроились Соединенные Штаты. Друзья, в этом видео я не пыталась внушить вам, что Соединенные Штаты Америки – плохое государство, или что Советский Союз был плохим. Но история цикличная. Часто большие державы повторяют пути других больших держав, которые существовали сто, а может и тысячу лет назад. Соединенные Штаты не только имеют похожие внутренние проблемы, но и находятся в похожих внешних обстоятельствах, как СССР перед распадом. Несколько задержанных военных конфликтов, глобальная угроза ядерной эскалации. Об этом громко не говорят, но по сути США и Китай уже находятся в состоянии холодной войны. Китай является не только идеологическим соперником Соединенных Штатов, это технологический конкурент, единственный, с которым США сталкиваются в сфере высоких технологий, таких как искусственный интеллект, квантовые числения, смартфоны. Это военный соперник с военно-морским флотом, соперник с ядерным арсеналом. А кроме того, Китай – это страна, которая смогла учесть ошибки распада Советского Союза, смогла перестроиться и выжить. Но прежде чем начать, друзья, я хочу задать вам один вопрос. Ответ обязательно напишите в комментариях. Что для вас справедливость? Пишите. Годами Соединенные Штаты Америки противопоставляли себя тем, кого победили – страшному и мрачному Советскому Союзу. Но если долго всматриваться в бездну, бездна начнет смотреть в себя. Превращение Соединенных Штатов в СССР – главная пугалка американцев перед выборами. Британский Блумберг пророчит Соединенным Штатам судьбу СССР во Второй Холодной войне. Об этом же пишут и в китайских СМИ. Политологи утверждают, что Америка ведет себя как Советский Союз, а Китай ведет себя как Америка в эпоху Холодной войны. Об этом говорит и Путин. Глядя на происходящее в ряде западных стран, мы с изумлением узнаем отечественные практики, которые сами, к счастью, оставили, надеюсь, в далеком прошлом. О чем нужно снимать кино? Сколько персонажей, какого цвета или пола там должно быть? Получается, похлеще, чем отдел агитации и пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Есть такое выражение «Земля круглая, если долго идти налево, то рано или поздно вы окажетесь в одной точке с тем, кто пошел направо». Америка всегда декларировала, что стоит на незыблемых столпах. И это демократия, свобода слова, индивидуализм, капитализм и свободный рынок и американская мечта. Америка антипод тоталитарному режиму с его диктатурой, цензурой, с закрытостью, регулированием рынка и вмешательством в частную жизнь. Америка готова бороться за свои идеалы не только на территории Соединенных Штатов, но и спешно экспортирует их в другие страны. Так почему Соединенные Штаты не справляются с ролью полицейского? Почему везде хаос и прежний мир рушится? Ответ во внутренних проблемах Соединенных Штатов. Свобода слова – один из главных столпов. Та самая первая поправка Конституции, которая делает народ Соединенных Штатов самым свободным в мире. Она гарантирует свободу слова и свободу прессы каждому. На бумаге она декларируется, а по факту имеем цензуру в социальных сетях. В 2021-м, когда элиты Соединенных Штатов сами столкнулись с возможностью революции в стране, они просто заблокировали Твиттер Трампу. Трампа разблокировал уже Илон Маск, когда купил площадку за 40 миллиардов долларов. Илон Маск, кстати, постоянно говорит о цензуре в Америке. И он утверждает, что цензура повсюду. Газета «Нью-Йорк Таймс» превратилась в чистую пропаганду. Гугл контролирует левые либералы, а в Фейсбук уровень цензуры является беспрецедентным. Марк Цукерберг подтвердил, что под давлением администрации Байдена Фейсбук подвергал цензуре посты COVID-19. Под модерацию попали даже юмор и сатира на тему коронавируса. А кроме этого, он признал, что цензурировал посты про скандал с ноутбуком сына президента Хантера Байдена. Другими словами, правительство Соединенных Штатов заставляло его скрывать от пользователя информацию про коррупцию семьи Байдена в Украине. И принуждало удалять посты про роскошную жизнь сына президента, его развлечения и употребление наркотиков. Представители же Демократической партии считают, что гайки закручены недостаточно, и цензуры в соцсетях должно быть больше. По сути, Харрис говорила, что социальные сети не должны иметь возможности напрямую передавать информацию общественности без государственного надзора. Хиллари Клинтон с ней согласна и считает, что если не модерировать социальные сети, то власть просто утратит контроль. Если ты критикуешь власть Соединенных Штатов, то у тебя огромные шансы быть уволенным. Не спасут невлиятельные друзья, не огромные рейтинги. Сейчас в Соединенных Штатах активно обсуждают ситуацию, когда перед выборами многим звездам звонили и предлагали пожелание агитировать за Харрис. И если бы они этого не сделали, то в будущем не могли бы, мол, получить новые большие контракты. Весной прошлого года с канала Fox News уволили Такера Карлсона того самого. За то, что он позволил себе критиковать военное руководство Соединенных Штатов, администрацию Байдена и действующую повестку. Он вел одно из самых рейтинговых шоу Соединенных Штатов. Каждый выпуск смотрело около трех миллионов зрителей, прям как нас с вами. Разве это не демократия? Но в Соединенных Штатах предпочли это шоу просто запретить. То же самое, кстати, друзья сделали в Украине, когда закрыли наши каналы. Самые популярные в Украине. Позже Такер Карлсон начал вести свой собственный проект и даже взял интервью Владимира Путина. А в Фейсбук решили ограничить распространение этого интервью. И, кстати, удивительно, разве они тогда не понимали, что это лишь вызовет дополнительный интерес к нему? И разве это демократия? Но цензура в СМИ и в социальных сетях не единственная. Некоторые политики заводят тему о том, что первая поправка, которая гарантирует свободу слова, является угрозой демократии. Логика странная, но я попробую объяснить. Вы можете говорить все, что угодно, но если вы распространяете дезинформацию или если ваше высказывание расценят как призыв к ненависти, власть будет вас преследовать. Например, Трамп называет Харрис коммунисткой. Это объективная правда? А может, это дезинформация, клевета, призыв к ненависти? Журналист Такер Карлсон отмечает, что сегодня под дезинформацией понимают любую критику власти. Нравится вам такая демократия, ребят? Как бы не то, что показывают в фильмах, правда? Китайской платформе TikTok власть поставила ультиматум. Весной Байден подписал закон, согласно которому до января TikTok должны продать американцам или он будет заблокирован. Якобы TikTok угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов. Друзья, чем это отличается от того самого железного купола в Советском Союзе, где считали, что западные идеи могут развратить умы советских граждан? Или от китайского фаервола, который Запад всю дорогу критикует? И это я даже не упоминала про всем известные факты нападения на свободу слова в Америке. Например, арест Ассанджа или преследование Сноудена. Вы и так все знаете. Все это подтверждает, что цензура сегодня является частью государственной политики везде. В том числе в Соединенных Штатах. В демократическом государстве существует не только свободный рынок товаров и услуг, но и свободный рынок идей. И это значит, что право говорить дается каждому. Более сильные идеи и смыслы побеждают естественным способом. Люди сами должны выбирать, кому и чему верить. Что происходит в реальности? Когда власти понимают, что не выдерживают конкуренцию с другими идеями, с другими смыслами, они просто запрещают, вводят тотальную цензуру, преследуют и обирают неугодных. Соединенные Штаты всегда позиционировали себя как страну с самым конкурентным рынком в мире. Мол, любой может выйти на рынок Соединенных Штатов и преуспеть там. Свободная конкуренция, равные возможности для каждого – основа американской экономики. Что же происходит сейчас? Скажу сразу, друзья, что США всегда говорили о свободном рынке, они всегда защищали свой рынок. Это вам скажет любой бизнесмен, который хорошо знаком с крупным международным бизнесом. Но даже по данным Международного валютного фонда, сверхдержавы отказываются от свободного рынка в угоду политическим интересам. Испугавшись конкурентоспособных товаров из Китая, Соединенные Штаты последние десятилетия вытесняют их с американского рынка. Они вводят заградительные пошлины против китайских компаний и добивают их санкциями. Я буду предупреждать какие тарифы, которые требуются, 100%, 200%, 1000%. Я никогда не херстюсь, чтобы принимать сквистые и сильные методы, когда Китай обеспечивает правила дороги, на цене наших работников, наших коммунистей и наших компаний. Еще до начала конфликта в последних лет Соединенные Штаты погребли под санкциями китайскую компанию Huawei, которая стала лидером по производству телекоммуникационного оборудования, технологий 5G и смартфонов. Якобы она угрожала национальной безопасности Америки. Но они не просто вытеснили Huawei с рынка, они сделали все, чтобы уничтожить бизнес компании, причем по всему миру. Бывший госсекретарь Помпео, который случайно оказался в совете директоров украинского мобильного оператора, говорил, что в Соединенные Штаты нанесли сокрушительный удар по Huawei. Но отмечу, что даже под санкциями компания Huawei по инновациям обгоняет Apple. Сравните последние флагманские телефоны. Может, поэтому вводят санкции? Администрация Байдена планирует поднять заградительные пошлины до инаугурации на многие категории товаров из Китая. Пошлины на электромобили хотят поднять аж до 100%. И это значит, что автомобили просто невыгодно будет ввозить в Соединенные Штаты. В посольстве КНР неоднократно призывали Соединенные Штаты к честной конкуренции. Но американцы четко дают понять, что им не нужны высокотехнологичные конкурентные товары из других стран. Это опасно. В сознании Соединенных Штатов свободный рынок может быть только в одном случае. Другие страны должны открывать свои рынки для их товаров. То есть вы им дешевое сырье, дешевую рабочую силу, а они вам высокотехнологичные товары за ваши деньги. И никак иначе. И я скажу ужасную вещь, друзья. Это естественно и правильно. Они хотят развивать свою продукцию. Вопреки расхожему мнению, в Соединенных Штатах множество монополий. Ну, например, разве есть конкурент у сервиса Ютуб? А знаете, как Камала Харрис предлагала решить накопившиеся проблемы? Государственным регулированием цен на продукты питания. Социалистическими методами. То есть коммунистическими методами. И это даже есть, друзья, в ее предвыборной программе. Посмотрите. Первый в истории Америки федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты на фоне высокой инфляции. Закрытие рынков, выдворение иностранных компаний, рост государственного регулирования. Ничего не напоминает. Почему же, друзья, Соединенные Штаты все больше и больше склоняются к авторитаризму? Может быть, потому что демократические инструменты уже не способны решить их проблемы? Я скажу свое мнение. Сейчас и в ближайшие десятилетия мир будет стремительно меняться. И управлять крупными странами нужно только крепко держа руль в руках. И управлять такой огромной, неэффективной машиной, как Соединенные Штаты, еще сложнее. Тоталитарные режимы отличаются тем, что принуждают людей исповедовать конкретную идеологию, по принципу «не высовывайся». В современных Штатах стало необходимым для доказательства того, что ты свой, продвигать определенную повестку. Или становиться на колени, поддерживая движение БЛМ. То есть либо ты поддерживаешь все эти пионерские движи, либо ты враг народа. На месте индивидуализма получается уравниловка. В крупных корпорациях появились квоты не для членов партии, а для представителей ЛГБТ. Что лучше, друзья, решайте, конечно, сами. Илон Маск опубликовал внутренний документ корпорации Дисней, в который были описаны стандарты найма сотрудников. Обязательные требования к любому произведению в экранном времени не менее 50% людей должны быть из так называемых недопредставленных групп населения. То есть ровно половина работников должны быть чернокожими, ЛГБТ, трансгендерами, иметь лишний вес, иметь особенности внешности, ну и другие особенности. По словам Маска, Дисней навязывает свои расистские и сексистские правила. А политику Дисней по найму сотрудников он сравнил с гестапо. И это работает как снежный ком. Люди видят, что продвигают наверх, только приверживаются определенной идеологии. Таким образом, за 10 лет количество идентифицирующих себя как ЛГБТ выросло почти в два раза. Количество трансгендеров в 20. Ни один фильм не выходит в прокат без упоминания этой темы. По этой же причине в Соединенных Штатах умер жан комедии. 15 лет назад смешные фильмы и сериалы шли один за одним. Сейчас шутить запрещено, потому что обязательно можешь кого-то обидеть. И тебя могут посадить. Соответственно, и американские смешные комедии просто перестали существовать. Каждый год в Америке проходит месяц гордости, и все крупные компании в этом участвуют. Еще один пример уравниловки – бодипозитив. Компании все меньше приглашают красивых моделей, потому что за идеальные формы тебя сегодня могут захейтить. Все больше продвигается тот самый бодипозитив. Ютуб даже перестает рекомендовать подросткам видео, которые идеализируют определенные стандарты или определенный вес тела. Ты отбросила феминизм на 50 лет назад. Разрушила самооценку миллионов девочек. Я о тебе и не вспоминала, фашистка. Красивый, спортивный – значит, ты уже выделяешься из толпы. Под этот тренд попали даже легендарные Виктория Сикрет, после чего, правда, их продажи рухнули. Радушный флаг – это знак лояльности, предназначенный для своих. Выражение верности – обязательной идеологии. Американская мечта. Американская мечта – это вера в то, что каждый может стать успешным. Американская система дает возможности всем. Можно, мол, приехать из любой страны с портфелем в руках, родиться в любой семье, будь любой расой, религии, любой ориентации. Нужно только усердно работать, верить в свои силы, и все обязательно получится. Именно этим Америка привлекала людей со всего мира. Сколько десятков фильмов было снято на эту тему? Форест Гам в погоне за счастьем, основатель. И если визуализировать эту картину, то там, конечно, дом, машина, семья и успешная карьера. Согласно опросу ABC News, американская мечта стала для большинства американцев невозможной. То есть более 50% американцев считает, что американская мечта когда-то была достижима, а сейчас это невозможно. А еще 18% сказали, что достижение американской мечты никогда не было реальным. То есть, друзья, 70% американцев уверены, что американской мечты больше нет. Также последние исследования показывают, что более чем 50% молодых людей хотели бы уехать из Соединенных Штатов. И это, друзья, еще до выборов. 50% молодежи хотят уехать из США, вдумайтесь. В последние годы из Америки уезжает примерно полтора миллиона человек в год. Согласно недавнему анализу финансового сайта, на достижение американской мечты в течение всей жизни, от вступления в брак, до накопления сбережений на пенсию, нужно 3 миллиона 400 тысяч долларов. Но в США все очень дорого. В среднем каждый американский студент имеет уже долг в 38 тысяч долларов. Часто восхищаются, как в Соединенных Штатах много работают. Конечно, друзья, если вы только закончили университет и уже должны почти 40 тысяч долларов, то нужно суетиться. Хорошо это или плохо, решайте уже сами. В Соединенных Штатах просроченных кредитов на образование на 300 миллиардов долларов. То есть люди взяли кредит, чтобы пойти учиться в колледж, но потом не могут найти достойную работу, чтобы оплачивать этот кредит. И это бремя ложится на уровень жизни людей и финансовую систему. Это значит, что большинство американцев не смогут получить хорошее образование, купить дом, завести семью и накопить на пенсию. Денег просто не хватит. Конечно, в голливудских фильмах создают прямо противоположный образ. В Голливуде американская мечта еще жива, и к ней легко можно прикоснуться. Но сама система в Голливуде, друзья, говорит о другом. В самой свободной стране мира люди, которые подвергались насилию, молчали десятки лет, чтобы стать успешными. И об этом становится известно все больше. И это очень давит на отношение людей к самим Соединенным Штатам. Бытие определяет сознание. Люди в позднем СССР чувствовали упадок системы. Многие уже просто делали вид, что они коммунисты и социалисты. Имитировали, что верят в светлое будущее. На деле партийные собрания превращались в постановку. Красные галстуки и значки надевались для галочки. Многие предприятия к началу 90-х были убыточными, были проблемы в инфраструктуре. В Америке происходит что-то похожее. Сейчас многие имитируют демократию, имитируют свободу слова. Имитируют, что они идут по правильному пути. Как будто параллельной реальности запрет называть черное черным. Но сама система рушится, не выдерживает. Отсюда проблемы в инфраструктуре. Только за один год в Соединенных Штатах происходит больше тысячи сходов поездов из-за состояния железной дороги. В интернете блогеры даже подсчитывают количество таких поездов. В Нью-Йоркском метро горы мусора и бегают крысы. Компания Boeing не может решить свои вопросы с контролем качества. Инспекторы умирают при загадочных обстоятельствах. А количество происшествий растет и растет. За прошлый 23-й год рекордно выросло количество бездомных на улицах городов. На 11%, друзья. Я не хочу вас пугать. Я лишь на фактах показываю негативные тенденции в структуре самих Соединенных Штатов, с которыми им предстоит бороться. Но и тут включается идеология. Все, мол, наоборот. Увеличение бездомных на улицах – это круто. Значит, мы даем людям свободу выбора, как жить. Война – это мир, свобода – это рабство. Отсутствие дома – это успех. Бывший помощник по национальной безопасности США Бжезинский в 1956-м на основании эмпирического сравнения Сталинского СССР, нацистской Германии и фашистской Италии сформулировал ряд определяющих признаков тоталитарного общества. Ирония в том, что сегодня Америка полностью соответствует некоторым из этих стандартов. Давайте пройдемся. Первое. Наличие единственной партии, как правило, руководимой диктатором, которая сливается с государственным аппаратом и тайной полицией. Тогда таковыми воспринималась коммунистическая партэлита. Сегодня политическая борьба в Соединенных Штатах дошла уже до выстрелов президента. Второе. Отсутствие плюрализма в средствах массовой информации. Третье. Жесткая идеологическая цензура всех легальных каналов поступления информации, а также программ среднего и высшего образования. Как мы обсудили, друзья, цензура сегодня проникла уже и в школы, и в вузы. Четвертое. Уничтожение индивидуальных гражданских прав и свобод. Конгрессмен Джим Джордан обвинил администрацию Байдена в усилении мониторинга частной речи и текстовых сообщений, а ФБР призвала граждан сообщать о любом насильственном экстремизме от родственников и друзей. Пятое. Приверженность к экспансионизму. В 21 веке вооруженные силы Соединенных Штатов развязали войн больше, чем кто-либо. Причем американский эстеблишмент понимает, что уже утратил статус глобального лидера, но не хочет говорить об этом своему населению. А если более серьезно, друзья, не хочет расставаться с печатным станком доллара. Военные расходы Соединенных Штатов достигли новых максимумов. В 2020-м 778 миллиардов долларов, что составляет 39% мировых военных расходов. Только за этот год дважды пытались убить Трампа. Четырех президентов убили, и это Линкольн, Гарфилд, Маккинли, Кеннеди. Ранили еще троих. Рузвельт, Рейган, Трамп. Я, как и многие друзья, в свое время зачитывала с романом «Айн Ретт» «Артланд расправил плечи». Эта книга когда-то была жутко популярна. Как гимн к капитализму и индивидуализму. Книга антиутопия, и в ней США рушатся из-за бюрократии, социализма и уравниловки. А лучшие умы просто исчезают. Ничего не напоминает. Но самое удивительное и самое важное. Сегодня обе партии Соединенных Штатов фактически признают, что главная угроза Соединенным Штатам – это демократия. Единственный вопрос, кому и как закручивать гайки. И для того, чтобы решить свои проблемы, США сейчас, конечно, собираются силами. Но что точно можно сказать, что в ближайшие годы с демократией там будет сильно и сильно хуже. Друзья, напишите в комментариях, как по-вашему будут развиваться события, и при чем здесь справедливость. А еще подпишитесь на YouTube канал Панченко, если вы еще этого не сделали. И на мой новый канал Панченко Live. Ссылка будет в описании. Мира нам. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!